О позорной ситуации в Новых Санжарах можно сказать наступно, что украинское правительство, Урят, практически является в Украине диверсантом и террористом на данный момент номер один. Биологическим террористом прежде всего, потому что он создает такую опасную биологическую бактериального заражения по Украине своими действиями, тем самым получая зарплату по миллионах, по полмиллионах и тому подобное. За что? За то, за что платят украинцы этим террористам, биокалиям, химикалиям, украинскому уряду здравоохранения? За что? За то, чтобы остаться зараженными, а те крысы, которые получали по миллиону и тому подобное, поутекали бы за границу и там бы на островах сладко себе жили. Там, где правительство западных стран не создает для своего народа такую опасную ситуацию биологического заражения. И, к сожалению, тех людей очень жаль, но это их выбрал выбор. Они поехали в Китай, там заразились. Это не значит, что они должны приехать теперь в Украину и заразить полукраины. Это не значит. Но жители, и это еще не значит, что жители этих самжар, украинцы, должны так паскудить и стыдить и гоньбить нашу ныненькую Украину вот такими вот действиями, что привозят еще не больных, потому что там 20 дней инкубация этого коронавируса. От тех китайцев, к которым они поехали, эти теоретически еще не больные. Вирус СПИД, иммунодефицит у человека возник из-за чего? Из-за паскудной жизни, педерастии, наркомании. Там, где уже не выдержала система иммунная человека и спунтовалась, что какой-то вирус ее проткнул нахрен. И она стала подвержена этому вирусу. Но то было со СПИДом. А в Китае ситуация с тем, что на базарах продают, люди жрут, покупают в своей долбанутой культуре мясо диких животных. И мы к Библии переходим, что нельзя есть мясо диких животных. Смотрите, как в новом, так и в старом тестоменте. Они там все обозначенные. Не нужно ходить за придурковатыми медиками, которым страна платит миллионы. А они нихрена не делают. Они доводят ситуацию, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так было на Руси древней, еще старой, старой, нашей киевской. И такая культурная пришла после Богдана Хмельницкого, когда еще хуже в рабство ввел Богданушка наш Гетьман. Так что выходит, что ситуация с поеданием мяса диких животных приводит к таким же плачевным ситуациям, как и с Гомосятиной и Наркоматиной. Такая же ситуация, которую нужно выучить тем, кто собрался быть медиком, клятву Гиппократу, который дает и тому подобное. Достаточно просто почитать теологию, в которой сказано, что еще в старом том историческом древнем тестоменте, в старом завете, написано, что людей с лепрой в лепрозоре определяли, чтобы они не заразили других, чтобы не умерло полстраны, как от колеры, от тифа, от чумы, от страшных вещей, которые были тут в Европе. Там, где воевали чем? Воевали тем, что брали, расчленяли человека умершего и закидывали это мясо, мертвичины, зараженное страшными этими чумами, там где не было лекарств. Перекидывали в крепость. Я оттуда во испарение шло и тому подобное. Люди умирали целыми городами. Потом они гимпопейцы схавали, что сами себя уничтожали. Наполеон схавал, что он уничтожает Европу, делает блокаду Англии, когда нападал на все и все. А украинцы, такие украинцы, как в Новых Санжарах, делают себе вред тот самый, что выбирает, а потом не контролирует. Выбирает, мы все время ждали, что сменит Порошенко новый, нормальный. Потому что их никак не контролируют, и гнить. Вот потому и выходит, что практически они растят сами себе такую бактериологическую ситуацию. А потом, когда гром, пух, грянул, они начинают креститься и позорить себя на весь мир. Перед ничем не винными туристами-украинцами, которые поехали в Китай, которых нужно куда-то забирать, определять на нормальную военную базу, там, где будут получать достойную зарплату медики, которые будут их курировать, лечить, на карантин всаживать и тому подобное. А не ту зарплату, которую получали супрунишки, тому подобные, унишки, Януковичи. И до них все правительства, вся эта хрень воровская в Украине. Не такую зарплату. А, естественно, большую зарплату, потому что они рискуют. Они будут рисковать, эти медики. А чем рисковали эти гниды, которые сидят в правительстве? Ничем, только откатами, которые мусора покрывают, СБУ эти откаты. Вот такая ситуация. Новые санжары, это практически как вся Украина. Та же рашка, потому что идеология та самая осталась. Может, спецслужбы еще подмутили воду, собирая, чтобы делать позор, позорище этой Украине, чтобы весь мир всесвит, подивився на нашу нейку, что она вытворяет. И то в Полтаве, калиски, калебели украинскости. Позорище. Так что, наибольшь логичное довершение до этой логики, что нужно выбирать страны, цивилизованные, а не те страны, в которых вказывает Библия, а эту Библию читать, что эти страны, которые еще находятся, находятся на уровне поганского, языческого, то они самые, которые наибольшие, которые принадлежат в списке украинения Бога. Он так и говорит. А если мы, страна христианская, и, дякуючи Богу, еще не мутировала поганскую, то треба ци факторы учитывать, при найме. Такая же самая ситуация с этими краинами, с теми странами, в которых женщин за, может, на выдуманное, выдуманное блясло, подгляднулось где-то, жена или даже не жена, кто угодно, забивает камнями. А украинцы выходят, туда не ездят, отдыхать, есть деньги. А у полтовчан нет денег. И у тетушек тех же, тех самых нет денег, которых привезли, поэтому они туда ездят и делают стыд всей Украине. Едут отдыхать, а потом привозят оттуда страшные болезни. Это логическое оружие, которое может заразить украинцев. А они не выходят, они ездят по Китаям, они не выходят выступать, чтобы в здравоохранения было належно в Украине. И тому подобное, и тому подобных миллионы таких примеров. А когда стоит все лихо, и они видят такую ситуацию и реакцию, еще плюс накрученную, что им сказали, что привезут больных, а привезли не больных, а совсем здоровых. Но под вопросом, который, может быть, у них есть инкубационный период, у этих людей, у детей, которые сердечки показывают. Ну, раньше было нужно показывать сердечки. То есть, иными словами, нужно постоянно выходить на протести. Только не против своих же родителей, граждан, украинцев, которые попали в беду. А против тех гнид, которые берутся за организацию этой Украины, за управление этой Украины, а потом только обворовывают и утекают. А вас там ждет факторологическое заражение. А они накрались и убежали. И сделали такую самую вонючую коррупционную продажную систему здравоохранения. И не только. Энергообеспечение, рынок, любой рынок в Украине весь на коррупции. Потому что мы ждали одного, сместят коррупционера, а Порошенко придет другой нормальный, а пришел другой практически такой же. И сколько еще бубочке нужно время? Сколько время взрослому человеку нужно, чтобы сорганизоваться? Сколько было время нужно, чтобы сорганизовать систему обороны Крыма? Ну сколько? Десять дней. А потом Россия напала после Майдана. Власть уже была в руках, уже менты, все, поступились. Не сделано было. И до сих пор все так же остается. А люди погибли. За что? За идеалы Майдана. За идеалы европейского, христианского будущего для Украины. А не такого коррупционного каганата смердячего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова